Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Смотри Учись, с вами Миша Егор, и сегодня будем смотреть за тройкой Омником от Аны. Нежданно-негаданно, Ана тут вернулся, на троечке играет, возможно перед Энтомома в какую-то команду позвали все-таки. Скоро будут квалы, вот, и всякое может быть. Он прям плотненько поигрывает на тройке, и причем не первая его игра на Омнике, хорошо он этого героя чувствует. И вот, соответственно, нашли такую плюс-минус удачную игру на Омнике. И, соответственно, посмотрим, как она сработает. Что пик очень необычный, Омник абсолютно сейчас мертвейший герой, его никто не пикает. Ни одна команда, по-моему, даже вообще за Бали-мажор и вот за турнир в Риаде, мне кажется, Омника вообще ни разу не пикали. Вот, хотя вот первое время многие, ну, как только патч вышел, многие думали, что Омник имба патча. Там его и на мид пикали, гарпун на нем хорошо смотрится. Мы даже такого записывали, что-то в метео не закрепился. Вот, ну посмотрим, как работает Омник 733Е патча на примере Анны. Но продолжим после небольшой рекламной паузы. Наверняка вы уже слышали о сайте, где можно неплохо провести время и при этом еще немного поднять голды. Да это же Dragon Money. Здесь есть несколько интересных игр. Например, игра, где рыцарю нужно попасть в нужную дверь и не нарваться на дракона. Ну или всеми известная игра под названием Crash, где суть игры это твоя интуиция и везение. Потому что тебе предстоит угадать момент, когда упадет бегущий человек и забрать свои бабки, помноженные на твой кэф. Во время перерыва можно также пообщаться с другими игроками. Сайт проверенный и надежный, что подтверждает множество отзывов, а также официальная лицензия. Ссылочка будет, как обычно, в закрепленном комментарии. Залетайте и играйте. Но не забывайте, что тут можно как выиграть, так и проиграть. Поэтому играть нужно осторожно и на деньги, которые готовы потратить. Удачи! Всем привет. По Крепсдату пока что вообще не идет. 4 ДНаи у Наги Сирены. 2-2. Помни, Найд стартует. Пришел на линию без топорика. Мне кажется, пожалеть об этом успел. В закупе были грыжные стики-треветки. Тангусу привез себе сразу же за деньги с баунти. Но топора очень не хватает. Плюс, что интересно, он не задумывался, кажется, о том, чтобы эти ветки есть. Или нет, тоже такая интересная. С одной стороны, Виномансер. А на этом лайне вряд ли сыграет. С другой стороны... А у Винника главная проблема его пуздоровья. А у Мни Найт вторым скиллом может ему дать очень много хп. А также Веник Универсал. Так что он получит еще и демэж с этой силой. И еще один момент, что тут можно диспелить аж 4 эффекта. В перспективе. Даже больше. Второй скилл за каждый задиспелленный эффект. Дает дополнительную силу, дополнительный хапприген. Кстати, убил Джакира. Есть 6 тиков. Но перед разворотом надо было, наверное, танка съесть. Ну нет, живет, все в порядке. Так вот, здесь 3 скилл диспеллится. Второй скилл диспеллится у Джакира. Той же все 3 скилла диспеллится. Первый и третий достаточно долго длятся. И по итогу ситуация стала гораздо круче. 7 на 2 крипстат. С одной стороны под бафом танка, с другой стороны Виномассер очень далеко. Рановато я сказал, что ситуация стала лучше, но трясти-ка. Нет, не пошло. Ну может даже к лучшему отрегенец наконец-таки. И придет на линию под запущенную пачку. Прокачает наконец второй скилл. Мне кажется, все-таки такое себе. Сейчас еще и Виномассер может умереть. Он был вынужден пачку поддержать, чтобы Омник здесь ни одного крипа не пропустил. Первый скилл там не успел откатиться. Ну и конечно, круто здесь репл смотрится. Но поскольку это коровый Омник, тут репл не факт, что будет вообще прокачиваться. До восьмого уровня. Нет, он такой линию сто процентов. Ну и что? Ну да. И что, четыре эффекта? В единичку точно надо, да. Плюс, даже если Омник нажимает Грейс в союзника, Омник все равно получает тоже Грейс. И этот Грейс теперь тоже диспелит. Павина Мансера забавить очень хочется. И хпн получить с которым проблемы. И дэмэджи, но это уже озвучило. Кстати, от Жакира можно будет пробовать. Вон, Жакира покойник. Это уже видно. Второй скилл не скидывает. Вот теперь этот второй пригодился. И 1350 хп у него просто. Нага уже, наверное, пожалела, что эту сетку прокачала. Что две сетки и два диспелла от Омника. Эта сетка может ей просто фарм замедлить максимально в будущем. Линия еще держится по таврам. Стабильная Омника. Тоже довольно-таки приятный такой момент. Никто не мешает крипов добивать. Нага крипов пропускает. Даже по итогу. Но первый Натворс вышел. Благодаря вот этим киллам. И плохо. Так, там запулили, судя по всему. Еще и на двойной кем запулили фул пачку, потерял Омник. Неловко вышел. Там еще и вот эти воулы. Поэтому настолько быстро пачка умерла. Очень сильные нейтралы. Как вообще выговорить? Воул. Воул. У меня не получается, воул. Ну, у меня тем более. Так, кстати, нападение под вышку. Эх, но там Лотус, к сожалению, залетел. Бить не получилось. Кстати, съел, наконец, веточку. Переложил две другие. Лотус мы даже не обсудили, что когда Омник умирал, он умирал за Лотос. По итогу у врага. Кстати. Ну, может, Нага на Физит? Ну, маны маловато. Лотос зато появился. Веника можно оставить по фарме, саму собрать Лотос, либо отправить веника за Лотосом. И в кикбайе Фейзе Сабли, даже несмотря на то, что это хардовый Омник, все равно играет как Кера. Но Сабли невероятно хороша. Это и миллиард маны, и... Сила, от которой умножится третий скилл. И в дальнейшем грядица в Гарпун, с которым на Омнике совершенно другой геймплей. Согретить на нем бестанцию — это целая проблема. Покупали раньше Блинк, но... Блинк статов не дает. Кстати, смотри, вспомнил, что руна мудрости немного опаздывает. Но повезло, что Джекира тоже поздно за ней побежал. Да, сядь, Шекира может получиться убить. ДПшку он новую себе не купил. Фрекелл, походу, да, там стягивается еще этот. Гольер медовый. Да, тут его подзамедлит. На Омнике и все. Это так забавно смотреть, как он не постоянно муфтом противника нажимает. Прямо снова его геймплея. Кстати, были мысли у Джекира заданается. Ну, тут же не покажем. Там слишком дэмиджа много. Опять запущена пачка, очень вкусная таяльня. Конечно, можно в теории придумать Омника на тройку. Через ауры, на самом деле, неплохая тема. Но это было намного эффективнее в прошлом патче, когда ванглар был не занерфленный. Но сейчас, в принципе, тоже нормально, опять же. Если у тебя там какие-то есть коры хорошие, надежные, не обязательно вот эти вот сабельки мутить, как мне кажется. Можно просто... Опа, пермский он промазал. Блин. Это мрак. Если всех отпустят вообще, по-другому. Но все равно угрят, скорее всего. Да, хотя бы пока убили. И возвращается в гейт спокойно. А так на Омнике есть еще очень забавный коровый билд, где ты помимо Грапуна и Шарда покупаешь себе еще Филактерию. Этот молоток залетает. На все хп. Кстати, Джиггернаут решил на ТП поиграть. Любезно возвращается в гейт. Наступает Джиггернауту линию. У меня есть ощущение, что Джиггернауту на боте было бы полегче. Покомфортнее. Забрал, кстати, Лотос. Даже помнит про них всегда. А, она буквально неделю назад вернулся. Насколько я могу судить. Раньше его записывали каждый раз, когда он вообще доты запускал. Сейчас интерес зрителей упал. Опять же, насколько я могу судить. Лего очень много себе позволяет. Есть Лотос, есть Перификейшн. И Джиггернаут вернулся. Какая же красотища. И обратно свопаются лайнами, судя по всему. Первый скилл 4 выглядит очень приятно. Баймал бы так не ловко, если бы мы сейчас один Дрошан. Телепорт Гейтс сбил. Дрошан, да, и убить может. Особенно, когда у тебя 300 здоровья. И у себя Бливиан. Теперь будет Мэнеригенчик. Ну, Сабелька, конечно, очень приятно выглядит на Кормом Момнике. Особенно, в будущем, если он Шард еще покупает. Но вот Мэнериген, это очень приятно. Замедление тоже. Кайфовая тема. Героя починишь его леса, как ты и сказал. По третьим скилом, плюс Сабелькой. Можно жестко заряд кликать. И, кстати, Шард сразу же после Сабли Крикбая. Ну, да, вот на Кормом Момнике. Шард пытается купить максимально ранний. Ты же уже напомнил, да, что Шарты? Нет, нет, как раз навелся, собирался рассказать. Ты расскажешь. Давай. Ну, ты вроде хотел. Спасибо. На 3 скилл с Шардом. Еще и хилят на 30% от дэмэджа. И также один из молотков скидывается от автоатаки. КД у этого молотка 6 секунд. Сократил дистанцию. Класс, ноу. Два раза рукой. Тычка под 300. Одна из этих тычек еще есть молотком на 400 чистого. И сверху молоток на 400 чистого. И сверху перификейшн на еще 300 чистого. Персонажек неют вне зависимости от того, сколько у них резистов. Прокаст очень сильный. Тайдентавр, правда, все еще не ссымал. Тайдентавр у него была крутая. Мне кажется, пора почета с этим Тайдентавром сделать. И, наконец-то, нейтралка. Кайфовая нейтралка. Акуль-браслет. Он страшно был очень долго. Да-да. Еще больше манерогена теперь будет. Совсем смотри, не должен. Проблемы ощущать. Мемный герой достаточно. Нигда сама хочется взять какого-нибудь. Тройка омника, подтачься, не знаю. На самом деле, лайнер он очень хороший. Особенно в Нага Джекира. Найкрасиво подкилил Шарпангольера. Убили благодаря этому Нагу еще и убили Легионку. И ты что-то должен убить из хил. Ай, не успел, жалко, чуть-чуть. Кострейш крошечный у первого скилла. А че, можно задавить? Не, не хочет рисковать. Боится. Побежал в севизе веника. Сапик, как-то есть? И геймплеем не на это, а просто мув нажать. На любого персонажа, даже на самом бы мобильного. Крипа может захилить. А, и так, видимо, убьет. Да блин, хватит. Че, так живет долго на паке опять? Да как он вот это у вас? Капец, он очень долго жил. И там курублику фраг достался. Спейс же жеггер науто, он все это время качался, кстати. Тоже мега приятно выглядит. И практически накопил на шарк 15-й как раз. Но как же хочется лейновый фарм, потому что лес он бьет невероятно уныло. С солдрингом еще более-менее лес фармится. Когда можешь первый скилл бесплатно юзать. А сейчас с талантом на дэмэдж будет чуть попроще. Талант опять же на базовый урон. Так что этот базовый дэмэдж идет в третий скилл. Я в моменте сказал, что 30 скилл от силы зависит. Я оговорился, он зависит от белого дэмэджа. Но силы один из источников белого дэмэджа. Да нет, это телепорт на базу очень удивил. Он что-то не в противоположной части карты был. Пригинется хотелось. Так что, как по мне, куда лучше тэпнуться, а потом бежать пешочком, чем бежать пешочком, а потом тэпаться. Быстрее нажмешь, быстрее откатиться. Плюс, пусть скорее всего будет куда более близкий, чем тот, который ему предстоял. То есть у него манориген очень много. Может на кларетку было заказать. Ну ладно. Ну что, одна крутая драка. Минус два героя. Панка, кстати, уступил. Лейновые фармы, это замечательно. Потому что, как только омник купит себе гарпун, вражеских сайпиков мы больше не увидим. Кстати, на себя нажал второй, а не веника. У меня такая же проблема всегда на омнике. Постоянно на себя нажимай рефлекторно, но так лучше на слизников, потому что на себя нажмется в любом случае. Жалко, чуть-чуть там дэмэджа, кстати, не хватило. На пака. За ним еще и крисло. Мув нажали. Чуть-чуть гавдэ лутает. Так хочется уйти куда-нибудь качаться. Она тут же делает телепорт и ногу сирену. А с пангалером очень легко на огу ловить. Она ультануть не сможет. Панга подзамедлил. И весь ее ультимейт прокатается по ней. А потом уже звездный час в омнинайта. С чистым дэмэджем. Какая же красотища. Сильно. Невероятно сильно. Так, а что пак планировал? Стоя в этом кусте. Пан творца ногу сирену, кстати, обогнал. Но меня удивляет, что все это время у него на творец меньше, чем у джиггернаута. Потому что линия визуально у него была гораздо круче. Килов было больше. Классика у мнинайта. Радиус ангела тоже очень... Маленький. А или он попал? По венику. Не обрати внимание. Так, а дай-ка им это на 20 секунд назад. Я знаю, что ретели это бесят, но ничего не могу особого делать. Очень интересно. Так, вот веник выставляется. Нет, попал, попал. Просто эффект с... Из-за какой-то шмотки поменялся, поэтому мне показалось, что не дотянулся. Ну так, ангелам очень часто промахиваются. С одной стороны 1200, с другой стороны... Хочешь попасть по всем? Так. Так. Ты 20 назад потал? Да, да. Потрясающе. И, наконец, скиллетит гарпун. То, чего мы ждали. Даже не хочется вражеской половины карты сиро ходить. Опачки, а вот и первая цель. Второй скилл, предваритель, не нашел. Даже так хватило. Как же много дэмэджа. Если бы ему дали чуть больше лейнового фарма, если бы они таскали за собой, мы бы это наблюдали уже минутки 3. Дэмэдж прям неадекватный просто за прокаст. Джекира вынес. Вот и совсем понятно, что дальше покупать на таком умнике. Саша Яша есть, Саша Кая есть, Блинк есть, БКБшка есть. БКБ очень любит, но мне найти. И, Линка, нынче очень круто выглядит против нулифаера. Поэтому он официальный шекирос. Прикольно, он воспривает. Помнишь, сейчас еще слабо из-за того, что метанулифаера. Чуть-чуть растерялся в моменте, но Нага без ультимейта. Тут шардовый, тут молоточек. И опять же, даже без второго скилла. Вообще, отлично себя чувствует. Гадлайк уже. Ну, мне кажется, рано или поздно из фрукдаст нам мета омника, где в каждой игре будет этот умни-найт с гарпунами и шардом. Ну, нулифаера понерфить, мне кажется, и все. Мне кажется, могут снова грейс неразвеемым сделать. Нулифаер нерфить, когда вот за 5 лет его существования в игре, он впервые в мету вошел. Ах, да ладно, это классика. Вэлфа не всегда так сделает. Кстати, Джекира его и слюбленная цель. Любимчик. Опа, Туэм задольшил. Фокусник. Ой, есть шанс умереть с мины. Сильно. Жестко забайтил на Джекиросе. Но то, что Туэр в этот гарпун, это неожиданно, потому что после блинка, значит, гарпун все еще притягивает зачастую, если блинкануться не на фулрэншо. А то и руинят. Ну, я сейчас тоже не знал. Джекир зафармил Торментра. Шарфи на монстр. Даже очень приятно, у пеника Шарфи на пищу. Травка еще очень крутая. Опять же, еще больше замедления. Аэра Драгон Скейл какой-то покруче. Ну, вообще, для следующего Рошена, для Пуша вполне себе. Ну, так, как по мне Вамбрейс, просто пушка. С Вамбрейсом на Интеллект, там прокаст. Сумасшедший. С Вамбрейсом на Силу. Магический резист в дополнение к физическому от ультимейта. Не смаканулись под Блинг. Я хочу еще раз посмотреть, как же Кирис прокаса сотрет. Блин, у него опять нажимают. Но в этот раз... Команда гораздо ближе. Есть гарпун. Кукнул течиса. Спрятал его. Блин, какой же пангич. Ой, чай. Пак. Неловимый. Поэтому нормально. Молот в лицо залетел и все. Это как не договорился. Неловимый именно в этот момент. Прям по таймингу этот молоточек. Да, прям стычки. Как гвоздь забил тупо. Какой-то очень странный итог боя. Его трижды показало. Я все не мог понять, это весь замес или... Он, наверное, на вторая его половина. Он, кстати, на этот лейновый фарм на топе так смотрел голодными глазами, когда резался. По итогу ему лейновый фарм Мизи хотя бы достался. И дальше БКБшка в кикбай. Мне кажется, даже Дублинка можно было БКБшку взять. Он, видимо, увидел, что игра пошла. Стоит на контр-инициации. Упроизведение кофе-кайл отпустился и долька. Страшновато на горку подниматься. Потому что ангела все еще нет. Под хилим-квардом их сложно будет убить, так что думаю, нормально. Ну, кстати, в самом деле, тяжело представить, как на Гассирене сейчас файт зайдет. Когда за комбинацией там перификейшена и болта у нее все иллюзии передохнутые с прокаста панга. Так, его любимая цель. Спрятал с прокаста. Жагерна, вот еще течится, подрезал. Сильно. Ну и прокаст невероятно сильный. Опять же два удара, по 300. Взялый. Я договорил, не буду повторять очередной раз. Блин, с Блинка, конечно, гораздо проще инициировать. Никто Блинкаут не сделает с гарпуна. Так, очень надежно, вот так вот в легионку можно взлетать, как он сейчас сделал. Бакл после того, как его на бойце застрелил пангольер с вышпаклом. Как-то в игру вообще не захотел возвращаться. Нет, все такое ощущение. Блин, ты, смотри, где пангольер. У них даже пачки не было, там Бикбакдор был. Он пошел там что-то под фонтаном. Ну знаешь, мне хочется проверить, точно ли мы Анну смотрим, потому что... Чтобы Анна и не побежал под фонтаном дохнуть вместе с кем-то. Ну еще рано, наверное. Ну а так под ультимейтом Омником 100% я думаю под фонтаном поприкалывается. Напал, кстати, на Пака. Успел второй скилл перед дуэлем нажать. Он очень танковый. Три с половиной тысячи здоровья. Первый скилл есть. Похирился с третьего. С двух дошедших. Чуть-чуть постоял. Веника подсейвил? Нет, не подсейвил. Опа! Жакира, а ты куда? Жакира рядом, бочка. Четвертый или пятый раз Жакира с проказа летает? Где-то так, да. Четвертый, наверное. Ну кайф просто. Невероятный. За проказ-то героя убивать. Это причем пик неподходящий для корового Омника. Тут и ревизионисты, прыгучий пак и... Ипотечество тоже проказ не сыграть. Из-за его второго скилла второго удара не будет. Лего персонажа очень шустрый здесь был. Ну все, походу. Это поэт в виде был фатальным. Ну... Проведем, когда патрон пойдет ульта отказашлась. Так-то... Смотри, Нагу хочет убить. Ну блин, она просто санта-по лучше сделать. Может надеяться, что проказ-то хватит? Да нет. Но уже точно не хватит. А, у него БКБ. Телефор разгревать нечем. Жених, ага. Блин, лучше поставься там в Джекеровом хиле. Слушай, а при каких обстоятельствах я хочу, смогли убить. Никого вся кинули тэпки, вдавили. Один-одинешенник остался. Но с бабочкой под кривцами. Мне казалось, даже за дуэль не смогут. Так, на этот раз Нага без сна. О! Еще же лучшая есть цель. Действительно, зачем наша Нага, когда ты такой есть голубчик? Мне кажется, ему нравится. Конкретно Джекерос огнобить таким образом. Забил на Нагу сирену, сразу на него мув нажал. Не стоит, ждет, когда еще раз кто-нибудь высунется, взяли Джекера. Джекера еще возродиться надо. Ну, пара секунд остается. Но пришлось, к сожалению, Ангел нажать на сейф-команду, а не для того, чтобы под фонтан прыгать. Да, идеально, поэтому он кнопки все нажал. Твой съездников не забрали пока шотнул. Ой, не дай больше, трон упадет. Надо еще раз. Ну, пока БКБшку и Джекероса? А, он поверил на Агус сирену. К сожалению, не будет прощального шота Джекера. Но шот пока тоже подойдет. Ладно, раз я затормозил, давайте статку глянем, потому что уже все равно конечные заставки. Попортил? 18-2 на 10, когда у Пангалира тоже воздействительная, когда. ГПМ-620, несмотря на то, что Щипзлой нового фарма играл. По итогу, на Творс с Панга похожий. И, кстати, Хиро Дэмэш тоже с Пангой похожий. Но Умника чуть побольше. И всем огромное спасибо за просмотр. Если видео понравилось, то обязательно ставьте лайки и мир вам.